всем доброго утра ребята меня часто спрашивают как я готовлю яйца пашот сегодня я вам покажу для этого мне понадобится вот такая вот пищевая пленка я ее купила но у нас окончилась поэтому до какое-то время забывала купить и не могла делать это блюдо то что я всегда делаю именно с пленкой потом мне понадобится ножницы масло у меня оливкового можно любой способ использовать подсолнечная по какой у вас есть дом яйца сами и чашечка вот такая но не конкретно такая у меня просто такая чашка вы можете использовать кружку например или других какие-то мисочки маленькие небольшие и так сейчас буду пленку стелить на эту миску покажу вот так у меня получилось такой кусок приличный сейчас я забрызгала сливочное сливочным оливковым маслом так яйцо будет лучше потом отходить все сюда вбиваем яйцо и вот так заворачиваем каждый угол совмещаем получается мешочек нужно как можно меньше чтобы у вас сюда попадал воздух закручивать не завязываем узелочек вот такой мешочек получился отправляем в кипящую воду на две-три минуты его всего лишь все теперь я просто отрезаю хвостик и за счет того что у нас масло яйцо очень хорошо с пленки вытаскивается ребята всем привет и ну что у нас сегодня солнце обещали как вы думаете идет снег мелкий солнце было да было но 10 минут наверно ну 20 максимум она светила и все завтра тоже обещает ясно весь день не знаю каждый день отодвигается на завтра на завтра но мы успели покайфовать на солнышке данюшка успел немножко пожмуриться улыбался когда солнышко глазки у светила я показывала с утра солнышко окошки вот я сейчас вернулась из магазина у нас по заканчивались некоторые продукты мне нужно было купить еще овощей я хотела купить красную капусту не могу нигде найти вчера была в ленте там не было на ленте я очень мало продуктов купила я практически ничего там не купила мне в основном нужно был банкомат и уходила из ленты на легкие такое бывает редко на самом деле поэтому даже вчера и не стали показывать там ничего особенного нету только батарейки в основном вот и сейчас я заходила в два магазина красной капусты тоже нигде не было ну ладно набрала других овощей то что нам нужно будет еще на вечер плюс у нас у донюшки закончилась вот принесла ханикит 50 рублей вот такой вот баллон стоит по моему 50 сейчас по акции и вот такая поляна здесь ничего особенного нету около двух тысяч рублей двух магазинах получилось я взяла два чая зеленых этот был по акции а этот сам себе недорого стоит мелкий олун и просто зеленый у нас закончился зеленый чай очень мы любим пить зеленый особенно я я черный редко пьёс на нам только с лимоном или слайм что-то такое у донюшки на всякий случай взяла пюре вот такие вот мы сейчас практически с кашей не едим я взяла кашу она какая-то очень сладкая получалось не знаю почему сейчас покажу какая у нас кашу такой взяла с вишней много зерновую кашу с вишней и она вот почему-то очень сладкая яблоко вишня и я не стала добавлять фруктовые пюре поэтому у нас сейчас расход фруктов пюре маленький так иногда как перекусно в основном перекусывают вот этими творожками я взяла два без сахара один кстати мне вот этот по вкусу очень понравился без всяких там вкусовых добавок типа со злаками очень прикольно так что еще взяла томатную пасту вечером будем делать и вот это тоже китайская капуста будем делать вог да я вчера купила лапшу кстати в ленте помидоры огурцы это мне к чаю бананы сушеные и к чаю агрикос я же перестала есть сладкое и потом что еще вот такой вот брали фасоль global village очень понравилось очень вкусно и тоже стоит не очень дорого чуть 60 рублей что ли где-то так и очень вкусно и составе вообще ничего плохого нету ну как бы вообще фасоль белая лук репчатый морковь томатная паста подсолнечное масло чеснок соль пряности уксусная кислота все без консервантов красителей димин любимый чак-чак целых две штуки потому что сейчас по акции 50 процентов скидка он 7 рублей так 140 дорого с акции нормально и вот эти лепешки они тоже были по акции взяла три штуки сразу что еще взяла я еще взяла батати на 2 не взяла картошки авокадо я взяла сельдерей все в принципе все ну и вода вот уже показывал ребята всем привет и на стали вечерние игры у нас данюша тает ходит вокруг своего любимого кресла наверное сегодня не пойдем на прогулку потому что то они были там минус 15 16 наверное как она будет еще холоднее наверно как-то днем они выводить с данюшиком данюша хочет уже прогуляться лучик у нас всегда выходит на прогулке практически всегда даньки плечики решил разбирать хороши вот так все спускаешься пускайся курсы молодого бойца пройдены скажи да уже экзамен сдаю она ну так как в в так в в Даня, Даня, давай нырять. Данюшка, один, два, три, нырять. Молодец. Один, два, три, нырять. Молодец. Глаза закрывает, дыхание задерживает. Вот это да. Настоящий плавец. Молодец, Данюша. Молодец. А ты буяник там стал, ладья. Шторой можно закрыться. Ух ты, поплыл что ли? Даня, Даня, за буйки только не заплывай, Данюш. Ой, молодец, ой, молодец. Что ты там читаешь? Я смотрю как приготовить лапшу, мы такую еще не ели. Это яичное. Решила не попробовать, а будем готовить вок. Да, мы сегодня готовим вок. Уже один подготовил здесь все ингредиенты. Кроме перца не вижу. И все, да, еще перец болгарский. Все, сейчас будем делать сковородку. Есть тут такая вот специальная. В общем, нужно все смешать, смешать, смешать. И чем крупнее, тем лучше. Так и есть, но овощи все крупные. Они недавно выжарены, они недавно просто припустят. Да, слегка такие как свеженькие почти что. Мы нарезали тут целую гору овощей вот именно так крупно надо. Посмотрите, как лук, морковь я на овощечистке вот такую тонкую, потому что она хуже тех же прожарится, но она и должна хрустеть. И китайская капуста крупная. Что еще? Перец вот такими тоже кусочками порезан. Еще у нас здесь чуть-чуть баклажанчика. И куча соуса. Соевый, вустерский кетчуп, горчица. Что-то там имбирь. Нужно живой, но у нас, к сожалению, мы забыли купить. Я забыла купить. Садится, как отдыхает наш карапусь. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Балдеет она. Тут пошел процесс приготовления. Курица и лапша. Все, сейчас будем скоро уже кушать до лучик. Вот и обжарились наши овощи. Сейчас Дима добавляет лапшу туда и все перемешивается. Ой, как это вкусно, ребята. Ммм, какой здесь стоит запах. Просто обалденный. Легко делать, в принципе, да? Не долго, не долго. Много ингредиентов, но там все простые достаточно. Ага. Ам-ням-ням. Скорей, скорей, сейчас будем кушать. У нас здесь еще остатки красной рыбы. Вообще все. Это последняя партия из этой рыбешки. И я себе еще буду добавлять вот такой вот соус. Никак не сфокус. Вот, сфокус, поймайся. О, не хочешь? Так, так, ну-ка. Вот такой вот соус. Сальса пиканте. Это очень острый мексиканский соус. Мне как-то на работе его из Мексики привезли. Здесь прям нужно очень-очень мало капель. Иначе будет очень-очень остро. Это выглядит бомбически. Очень классно, очень вкусно. Сейчас мы это будем кушать. Да? Да. Приятного всем аппетита. Приятного всем аппетита. Ну что, позитивный вторник подошел к концу. Почему он позитивный? Я сегодня буду делать маску. Позитивный вторник. И пусть сегодня только вторник, а на душе уже весна. Да? Ну ладно, хорошо. Сейчас пойду после ванны. Порелаксирую после тяжелого дня. Веселого дня. Веселого. Да. А как ваш вторник прошел? Так же позитивно? Позитивно. Не дай мне то слово. Я надеюсь, единственное, что завтра получится осуществить план побега. И мы с Данюшей выйдем днем погулять. Я думаю, что да, если такое же будет солнце, как сегодня и хотя бы 11 мороза, а к вечеру 15-16 и далее. К вечеру уже похолодает. Я думаю, что да, это реально. Днем нас Дима спустит вниз и потом поднимет, а там мы просто погуляем вместе. Ну да, хотя бы здесь в коробочке в нашей. Ну да, может в коробочке если ветра не будет там подальше. Потому что без прогулок как-то все печально. Тяжко, тяжко просто. Ну хотя я сегодня прогулялась в магазинах. Тоже неплохо. Да, особенно назад. Я так на магазин хожу, что я даже не замечаю, какая погода, если честно. Потому что все быстрее, бегом бегом. Я Ване спрошу, как там холодно, мороз кусает. Да нет, нормально. Открываю градусник, 15-17 мороза. Говорю, как может быть нормально, если 15 мороза? Да я не почувствовал, я бегом бегом. Да, бегом бегу, реально мне жарко. Я даже не понимаю, холодно или нет. Но единственное, если ветер прям ледяной, и ты чувствуешь, что у тебя щеки начинают отмораживаться, краснеют, то да. А видно, сегодня тоже не было снега. Вставайте. Я когда сегодня шла в магазин, у нас здесь вот эта дорога вдоль магазина идет. И я не успела записать, я уже в конце вытащила телефон. Там какой-то парень, мужчина на машине. То ли реально ему было скользко, то ли он вкаблучивался. Но сзади ехало еще две машины. Он ехал вот так вот. Его заносило эту заднюю часть машины. Не могу прокомментировать, Аня. У нас нечищено. Возможно, это какой-то Volkswagen маленький, старенький. Я удивлена была, потому что сзади еще две машины. Я думаю, что он вытворить хотел заснять и не смогла. Ну, не все, коту маслинице. Да, не успела, просто не успела. Может, он увидел, что я достаю телефон снимать. Есть по голосу? Ну, вряд ли. Хотя, может быть. Мы сели с вами попрощаться. Надеемся, что завтра будет день еще позитивнее, чем сегодня. Еще веселее, я бы сказал. Среда пришла, неделя прошла. Среда маленькая пятница. Да, уже среда будет. Представляете? Так быстро, раз-раз. Вроде первый рабочий день, а уже среда. Так что, ребята, подписывайтесь на наш канал. Ставьте нам лайки, пишите комментарии. А мы, в свою очередь, продолжим вас радовать. И обязательно не пропустите видосик, который выйдет в 7 часов утра по московскому, да? Московскому? Да. По московскому, не Владивакстокскому. Времени. И, ребята, всем позитива. До новых встреч. Пока-пока. С вами были Аня и Дима Сугроба. Всем позитива теперь. Пока-пока. Все, все, пока. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok